Сегодня губернатор Сергей Митин посетил ряд объектов в Великом Новгороде. Глава региона проверил выполнение поручений мобильной приемной президента. Она работала в июне, жители сообщали о различных проблемах в областном центре. У дома номер 11 по улице Рахманинова появилась бетонная пешеходная дорожка. Пожилые жители и молодые мамы с ребятишками ей активно пользуются. После обращения в мобильную приемную президента, управляющая компания, кажется, обратила внимание на эту территорию. Ну сделана дорожка, спасибо, слава богу сделали, но дорожку сделали, но теперь вот дожди льют, вода стоит там, вода стоит здесь. Подтапливается дом с той стороны. Человек, вот пожилой человек, постоянно сажает цветы, они в этом году стоят все в воде, ливневка не работает. По колено в воде. Двор не сделали, это сегодня, вот взяли и закатали перед приездом от комиссии. Выслушав жителей и осмотрев двор, глава региона дал поручение внимательнее отнестись к благоустройству. Вопросов осталось немало. В диалоге с жителями они должны решаться, а не откладываться в долгий ящик, отметил губернатор. Почему-то откладывают на потом и уборку в детском саду дельфин. Это отчетливо видно по грязным окнам с облупившейся краской и неухоженным клумбом. Однако 14 окон, о которых говорилось в обращении родителей, будут заменены в срок. 10 уже установлены. Над остальными специалисты трудятся. Ситуация по следующему обращению об устройство детской площадки на 10-22 не столь острая. Сами жители дома решили, что пока это не первостепенная задача. Есть проблемы поважнее. Например, ремонт фасада и устройство нормального подъезда к дому. Ремонт в спортзале третьей гимназии тоже стартовал. Однако городские власти так и не смогли объяснить главе региона, почему такая ситуация с жалобой на состояние зала в учебном заведении вообще возникла. Как так произошло? Сам факт, понимаете, сам факт. Минуя всех, обратитесь к президенту. Это факт, прежде всего, не веря тем уровнем власти, который есть. Сергей Митин подчеркнул, виной такому положению дел отсутствие грамотного управленческого подхода со стороны и руководства гимназии, и профильного городского комитета. Глава региона отметил, что для решения этих вопросов не нужно многомиллионных затрат. Необходим системный подход и, главное, информирование и диалог муниципальных чиновников с жителями. Вот его-то в первую очередь и не оказалось. Отсутствие такой коммуникационной связи привело к тому, что уже президент через своих представителей дает поручения мне, как руководителю органа государственной власти, проконтролировать выполнение этих пунктов. Сегодня мы их проконтролировали, и можно сказать, что все они будут выполнены к первому сентября. Здесь, казалось бы, можно было отрапортовать, что все нормально, но, к сожалению, я констатирую, что не все нормально здесь, потому что я опять не увидел этой связи. Более того, запутанные такие истории, как вот с этой школой, когда, в общем-то, этот спортивный зал даже отдаётся в аренду другой организации. С замечаниями представители администрации города согласились. Вице-мэр Анатолий Осипов назвал эти обращения горожан показательными фактами. Если брать ещё раз вот этот спортивный зал, состояние его действительно было удручающее, там был нужен ремонт, он был необходим. Использовался этот зал как дополнительный объект для занятий физической культурой и спортом. И, конечно, родители правы в том, что обратились с просьбой отремонтировать, но, видимо, всё-таки связи, которая должна бы быть, её просто не было. Вопросы, с которыми новгородцы обращались в мобильную приёмную президента, находятся на особом контроле у главы региона. Напомним, все проблемы, изложенные в обращениях, должны быть решены городскими властями до 1 сентября. Юлия Бабич, Сергей Корнев, Новости Новгородское областное телевидение.